В городе открылась первая смена работы трудовых отрядов. На благоустройстве в этом месяце будут задействованы почти 200 подростков. Каждое утро на работу заступают 8 отрядов. Это почти 200 юных муравленковцев. Ребята друг с другом не пересекаются. Собираются по два отряда в определенных точках города. Всего 4 места дислокации. Прежде чем приступить к работе, перекличка и обязательный инструктаж. Дороги, тротуары, улицы – это общественные места, которыми пользуются все люди. Вам следует быть внимательными и следить, что происходит на дороге и возле вас. Обращаем внимание на выезд машины с гаража и мест стоянок автомобилей. Ребята получают перчатки и пакеты для сбора мусора и отправляются на уборку территорий. Наш отряд! Девятая рота! Наш девиз! Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только все вместе! Смена начинается в 9 утра. И так 5 дней в неделю. Работают, если честно, ребята охотно. Сегодня был второй наш рабочий день. Он только начался, еще все впереди. Это было только начало. Не все отряды брошены на уборку города. Из 200 ребят около 40 трудоустроены в различные организации. Учреждения культуры – это организация управления образованием, то есть школы и сады. Ребята там также. Кто-то в здании помогает, кто-то также убирает территорию вокруг здания. Сколько часов в день будут трудиться ребята напрямую зависит от возраста. Тем, кому только 14 лет, работают по 2 часа. А те, кто постарше, к примеру, 17-летние школьники уже по 3,5 часа. В конце месяца, как и положено, подростки получат заработную плату. В июне месяце у них без учета выходных, это по 17 полностью отработанных рабочих дней. Заработная плата на руки уже чистыми, то есть за вычетом подоходного налога, за начислением компенсации за неиспользованную отпуск. Это 14 633 рубля. Многие ребята в трудовом отряде работают не первый раз. Считают, что это отличный способ совместить приятное с полезным. Здесь можно не только заработать, но и интересно провести время. Можно завести новые знакомства и познакомиться с новыми ребятами. Сейчас готовимся к открытию смены, там надо будет мероприятие подготовить. Наставники ребят, как правило, тоже в свое время работали в трудовых отрядах. К примеру, Тимур Рахимов. Специалист по работе с молодежью считает, что такая трудотерапия каждому подростку только на пользу. Работа дворником, уборка мусора воспитывает в тебе такой менталитет самому не мусорить, не создавать вокруг грязь, чтобы потом это не убирать, чтобы было чище, приятнее смотреть. После трудового дня подростки отправятся домой на обед, а после снова встретятся, чтобы активно и весело провести остаток дня. Для ребят подготовлена интересная досуговая программа. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.